Прямо сейчас отличной компанией в рамках программы «Три в квадрате» на Большом Радио будем обсуждать всё самое интересное, что произошло за день и отпечаталось на лентах федеральных и региональных новостных агентств. Компания действительно хорошая. Сегодня с вами Пётр Боучев. Добрый вечер. Макс Жиравин. Всем привет. Меня зовут Александра Козлова, а за режиссёрским пультом с нами Алексей Марьин. Я поймала себя потом на мысли о том, что я всегда говорю, что компания хорошая, а как-то не собирается... Плохой компанией, да. Всё самое интересное разным составом считаем мы для вас. Да, вы в любой момент можете к нам присоединиться. Если вы хотите высказаться в прямом эфире по поводу той или иной новости или предложить что-то своё, 45-09-45, пожалуйста, звоните, мы всегда рады вам в нашем эфире. Если же вы хотите написать нам сообщение, прислать какую-то фотографию в качестве информационного повода... Попробуем её описать. Да, 8-921-045-1045. Это номер, по которому вы можете отправить сообщение в любом удобном вам формате. СМС, Вайбер, Ватсап или Телеграм. Ну что ж, новости, которые подъехали вчера, но поздно вечером, поэтому обсуждаются они сегодня. Губернатор Мурманской области накануне провёл встречу с жителями и вышел из зала после встречи с жителями где-то ближе к полуночи, к часам к 11, потому что встреча продлилась 3,5 часа. Было задано больше 60 вопросов и микросенсация регионального масштаба проскочила в сообщениях, которые были опубликованы в Телеграм-канале губернатора и которые подхватили многие наши коллеги. В 2025 году запустится скоростная электричка, которая объединит Мурманск и южную часть Заполярья. Но это не точно. О Кандалакше. Сапсан? Вот все спрашивают, что это будет, потому что подробностей действительно мало и в Телеграм-каналах очень многие пишут, но хоть бы больше, да, речь идёт, возможно, о рельсовом автобусе, оказывается, есть такой вид транспорта. Мне ещё интересует, насколько востребована электричка до Кандалакши. Ну, насколько я знаю, сейчас до Кандалакши, ну, собственно, есть там, да, вот некий пригородный поезд, состоящий там из очень небольшого количества вагонов. Он ходит в какое-то жутко неудобное время, там чуть ли не в 5 или 6 утра уезжает. И идёт 4 часа. 6 часов. Идёт 6 часов до Кандалакши. На машине 3. Ну, на машине 3. На вертолете ещё быстрее. Да. И вот насколько необходимо нам в Кандалакшу ездить на электричке, на скоростной тем более, или из Кандалакши приезжать. Слушайте, ну вот смотрите, я могу накидать варианты, когда эта электричка может понадобиться. В сезон, там дача, например, в Кандалакшском районе. Это раз. На выходные на море. Это два. Пётр, всё, накидали, едем дальше. Самое главное. Допустим, большая группа школьников едет там или на соревнованиях, или на экскурсию. Везти их на автобусе. Ну, мы знаем, что автотранспорт всё-таки он поопаснее, чем железнодорожный. А тут можно и походить, и по вагону, я имею в виду. То есть, ну, на поезде ехать веселее. Ну, это очень ситуативная потребность. Вы, может быть, даже и не в курсе, хотя вы всё-таки журналист, и вы, наверное, в курсе. Всё-таки. Но я имею в виду всё-таки относительно вашего возраста. В советское время был такой поезд «Юный мурманчанин». Вот, его называли, правда, «пьяный мурманчанин». Но юный, что занимательный. Ездили старшеклассники во время зимних каникул и весенних. Вот, по городам Советского Союза. Там Прибалтика, Ленинград, Брест вот я ездил. То есть, ты за время каникул в несколько республиканских столиц посещаешь. Вот, было интересно. Но тут надо понимать, да, то есть, что оператором поезда будет, скорее всего, там какая-нибудь федеральная пассажирская компания, да, или какая-либо другая. И на то, это понятное дело. Ну, потому что это будет даже не на балансе, там, какого-то либо областного предприятия, да, государственного, бюджетного. Вот, и насколько это востребовано, будет оценивать, собственно, держатель и оператор этого поезда. Ну, электричка должна появиться, губернатор победил. И то есть, одно дело, когда это какие-то, вот, ситуативные истории, да, когда там какая-то лыжная стрела, да, в сезон, там, для дачников, там, да, не знаю, на севере дача. И вот электричка у тебя там с мая по сентябрь, условно говоря, ходит в Кандалакшский район, чтобы люди там еще до Терского, например, там, да, могли добираться. Но на постоянную тут, ну, тут действительно очень сложно, мне кажется. А с другой стороны? Вот вам еще два бесполезных исторических факта. В конце 30-х годов из роста в Мурманск люди ездили на поезде. Я всегда мечтал, чтобы запустили поезд Мурмаши-Мурманск, когда, в то время, когда я еще жил в Мурмашах, а уже учился и работал в Мурманске. А такой поезд, между прочим, практически был. Который никель, да, который один вагон. Нет, 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 я серьезно говорю, в конце 30-х годов, несколько лет, проводили вот на разъезде выходной, а то же недалеко от Мурмаши. Ну, как сказать, так, в разные стороны, я бы сказал. На разъезде выходной летом проводили народные гуляния, регулярные. И туда народ ездил как на автобусах, но их же было мало в Мурмашах. Мурмаши были основаны, если я не ошибаюсь, в 37-м году. В основном ездили на поезде. Очень были такие лихие народные гуляния. Это тот самый пьяный мурмачанин? Нет, нет, нет. Филиал. Но на самом деле, опять же, если эта электричка будет останавливаться, грубо говоря, по пути следования... Тогда нам перестанет быть скорой, мне кажется. Но зато тогда ускорится возможность добраться до каких-то пунктов по пути следования. Но даже не ускорится, а просто появится еще один вариант. Потому что сейчас там, да, в те же Апатиты Кировск, у тебя автобус, который ходит, ну, сколько он там отправляется, два раза в день, да, три раза в день, незнаком, честно говоря, с расписанием. Либо садится на поезд вместе с людьми, которые едут там до Питера, до Москвы и в другие дальние города. Да. Опять же, скоростная электричка. Губернатор не уточнил, насколько сократится время следования в пути. Поэтому, в общем, гадать бесполезно. Надо дождаться теперь 25-го года. Сколько будет стоить билет, не очень интересно. Мы проявили талант, говорим уже сколько? А новости в одну строчку? Да, к сожалению, нет никакой информации, но мы сумели три минуты ее пообсуждать. Ну, мы обсудили, как это может быть и как это может быть реализовано. Мы можем пойти дальше, обсудить возможное название, потому что где-то Сапсаны, где-то Ласточки, а у нас может быть какая-нибудь северная история, Чайка. Какой-нибудь северный олень, Сампо. Ну, северный олень, кстати, Сампо, варианты. Среди предложений, которые прозвучали на встрече губернатора с жителями Первомайского округа, также была история с созданием крытого скейт-парка, и глава региона поручил найти решение, чтобы появилось еще одно место для досуга молодежи. А по-моему, нормальная идея. Скейт-парк? Да. Но это востребовано. Это на самом деле очень востребованная история. Именно крытый, чтобы можно было круглогодично этим заниматься. Я это понял. Потому что сколько жалоб летом звучит от мурманчан на молодежь, которая катается на памятнике Ленина на ступеньках и на около детской библиотеке. Там, где даже висят таблички, что кататься нельзя, но там все равно просто обычно куча молодежи, которая прыгает на своих скейтбордах и самокатах. Потому что это безальтернативно просто. Да. Там, где самый гладкий ровный асфальт, там и катаются. Поэтому еще правительство на роликах и на скейтах. Ну и также, кстати, большие споры в комментариях под постом губернатора вызвала инициатива продолжить преображение озера Глубокого. Там прям сошли стенка на стенку две группы женщин. Одна из которых говорила о том, как прекрасно, если озеро Глубокое получит благоустройство наподобие как набережная Семенского озера или озеро, опять же, Среднее. И еще ряд также не менее инициативных и пылких женщин говорили о том, что озеро Глубокое нужно оставить как есть, руки от него прочь. Это кусочек первозданной природы, и надо оставить ее какую есть. Посидеть можно и на камушке, но пройти по тропинке, а не по деревянному настилу. Я вот на самом деле больше за вторую, так сказать, половину выступающих, потому что там действительно бывает очень красиво, и, возможно, имеет смысл организовать вот эти вот некие какие-то очаги, потому что люди там все равно ставят свои там мангалы, жарят шашлыки в хорошую погоду. Ой, там просто не меньше людей, чем на Семеновском собирается в жаркие летние денечки. Но если это застраивает все каким-то действительно деревянным помостом, ну какая-то, мне кажется, эстетика пропадет. Да, но на Среднем живут пополам. С одной стороны вот эти вот зоны отдыха, а с другой стороны береговая линия, куда уходят как раз любители всего прочего. Но, понимаешь, когда деревянные настилы, когда хоть какие-то тропки, проще регулировать мусорную сторону. Во-первых, можно втыкать мусорок, куда люди все-таки будут выкидывать, потому что, к сожалению, к сожалению, очень много людей, которые почему-то могут тащить пакеты с едой и напитками, а обратно почему-то унести их не могут. У них что-то там отключается в процессе. Вот, поэтому... Даже глядя вот на улицы нашего города, мне кажется, что сколько ты логистику с мусорками не устраивай, никак это не спасет природу от загрязнения. Потому что у города есть карма. Вот, я думаю, что в этом споре двух групп мурманчанок при разумном и необыденном подходе можно их легко примирить, если сделать вот эту вот цивилизацию не кричащей, не агрессивной, а вот деликатно объединить первозданность и все-таки разумные какие-то вещи цивилизационного плана. Вот, вполне можно сделать. А по поводу кармы я не случайно сказал. Я люблю безумно эту историю. В Мурманском вестнике за 19-й год прочитал тогдашний английский военный начальник, по-моему, генерал Мейнард тогда это был, издал указ о том, чтобы люди не мусорили и, скажем так, испражнялись в отведенных для этого местах. И вот первой, кого оштрафовали по этому указу, была вдова контр-адмирала Китлинского, которая делила пополам дом, в котором сначала ее муж вместе с семьей жил, а потом половину дома оставили ей с дочерьми, ну, с писательницей Веры Китлинской, а во второй половине дома находился английский штаб. Так вот, вдову оштрафовали за то, что она ела английскую тушенку, а банки выбрасывала в окно. Как-то неинтеллигентно. Вот, не по-дворянски, я бы сказал. И, понимаете, вот это и было той самой кармой, потому что, ежели вдова адмирала или столбовая дворянка бросает тушенку из окна... Тушетом-то мужиков. То мы вынуждены просто продолжать традиции. Саша, ты была на озере, да, на глубоком? Да. Ты же понимаешь, да, что там есть у него некоторая такая особенность, которая отличает его от Семеновского озера и даже от озера Среднего. Во-первых, там жилая застройка, она прямо к озеру. То есть ты выходишь из подъезда и ты сразу попадаешь на озеро. То есть, по сути, для людей это дворовая территория, где они проводят время. И это, наверное, тоже накладывает какие-то свои особенности. Плюс там чуть-чуть подальше, если пройти вдоль береговой линии, там гаражи начинаются, где, собственно, люди со своими автомобилями всякое делают, в том числе тоже там могут проводить время в плане шашлыков и всего прочего. Это, мне кажется, как-то кратно увеличивает эту концентрацию возможного мусора и прочих непотребств и, наверное, усложняет в каком-то смысле благоустройство. Тогда нужно просто обнести невысоким пятиметровым забором гаражи. Озеро. И калиточку сделать такую вот небольшую. На магнитный ключ. Нет, почему на ключ? Охранник с автоматом. И деньги за вход, да. Вынес мусор, хорошо, молодец. Разрешат зайти еще раз. Возвращаем деньги за вход. Кстати, вариант. Вот я, кстати, вот про вот эту историю с мусором. Вынес мусор, возвращаешь деньги за вход. Предлагала, когда только появилась информация о том, что у нас будет ООПТ и они ограничат вход или сделают его платным на определенной территории, любимой многим. Вот я говорила, что в Териберке нужно вводить мусорный кэшбэк. То есть ты приехал, выезжаешь, если ты вывозишь мешки с мусором, и еще чужой прихватил, то ты вообще молодец, тебе возвращаются деньги и там на следующее посещение еще какой-нибудь бонус. У кого мысли сходятся, говорю? У умных людей. Сходятся мысли, да. Ну что ж, еще немного о том, какие интересности всплыли во время общения губернатора с жителями Мурманска. Высказался один из мурманчан о том, что участились случаи распространения наркотиков в регионе, и он связал это с трудовыми мигрантами, которых стало кратно больше в нашем регионе и в Мурманске в частности. Губернатор успокоил людей, отвязав два этих информационных повода один от другого, и сказал, что самое страшное, что может быть в нашей многонациональной стране сваливать все на тех, кто приезжает к нам по работе. Согласиться с таким подходом? Я не могу, заявил Андрей Чибис. В качестве примера он привел строительство железной дороги к порту Лавна, плавучий завод, который строили в Белокаменке, рассказал о том, что было сделано больше, чем за предыдущие 8 лет, что работали 2000 человек, когда строили первый плавучий завод в Белокаменке, и работали не только норвежцы и финны, но и те, кто, может, и не силен в электронике. Советский Союз вспомнил. Но при этом хороший специалист, да. И отметил, что на пике было 25 тысяч человек, где взять такое количество рабочей силы, как не позвать мигрантов? Мне почему-то вот данный вопрос и данный ответ Андрея Владимировича напомнил его предыдущую встречу, если не ошибаюсь, она проходила в Октябрьском округе, и тогда ему тоже задали вопрос, но не про мигрантов, а про китайских туристов. Да. Как они плохо себя ведут? И он в подобном же ключе ответил, что, ну, вообще-то, они нам очень хорошо делают, не будем на них ругаться, потерпите, есть у нас и плюсы от них. А то, что там они мусорят, шумят и косо смотрят на местных жителей, ну, это, в общем-то, вопрос такой, как говорится, не требующий вмешательства областных властей. Мне в ответе на этот вопрос губернатора больше всего понравилось следующее, что вот вы, наверное, не застали СССР, а ведь раньше эти трудовые мигранты были жителями огромной многонациональной страны. Это сказал человек, которому 45 лет, соответственно, ему в 79-м году он родился, и когда СССР закончился, ему было 12 лет. Он, видимо, считает, что он застал СССР, и прям все хорошо. Ну, технически даже я застал СССР, хотели вам сообщить. Меня смутило в этой истории, в отсылке к СССР, вот эта фраза, да, наверное, вы не застали СССР, ведь раньше эти трудовые мигранты были жителями огромной многонациональной страны. Так, но если мы вспомним стройки в СССР, то там было очень много заключенных, заключенных ГУЛАГа, да, то есть заключенных вот всей этой лагерной системы. Вот как-то это вот странноватенько звучит. И дело в том, что в советских стройках, которые в том числе не были комсомольские ударные стройки, был такой термин, в основном это как раз в те республики посылались комсомольцы и заключенные. И они были не местной национальности, а совсем вот даже славянской. Я не помню в советское время на стройках, были бригады шабашников из республик, это да. Но шабашники это особое ведь строительство, которое приезжают там построить коровник или что, обычно с конфликтами с местным населением, нередко с поножовщиной. Да вы фильм «Любовь и голубь» вспомните, снятый в советское время, в котором говорится, приводится такая вот история про парня, который любил голубей, и голуби любили его. Ну да, важно сделать все, сказал губернатор, чтобы мы оставались вместе. Безусловно так, но на мой взгляд, когда в регион въезжает такое количество трудовых мигрантов, которые не ассимилированы и ассимилироваться не хотят, нужно сделать не только все, чтобы мы с ними оставались вместе, а чтобы они гармонично интегрировались в культуру региона, в котором они работают. А если учесть, какой вопрос задавался губернатору, то, наверное, он располагает статистикой о том, какой процент приезжих повинны в наркоторговле. И я вот уверен, что большинство – это наши люди. Так о чем речь, да? То есть надо понимать, я небольшой специалист в наркоторговле, неожиданно. Я понимаю, да, что это очень такое откровение. То есть специалист, но маленький. Маленький специалист. Молодой специалист. Да, и мне не думается, что люди, которые едут на вахту, занимаются здесь какой-то организованной преступностью в плане именно доставки наркосодержащих веществ и прочих психотропов. Безусловно. Просто я думаю, что у людей, которые пожаловались, у них сложились две вещи. Увеличение роста наркопреступлений, наркооборота, который связан в том числе с цифровыми связями. Маленький тоже пошел где-то, информацию получил, видимо. Да, и увеличение количества мигрантов. То есть человек связал два явления, и вот, возможно, ему показалось, что они взаимосвязаны. Логично, логично. Логично, логично, да, потому что мигрантов действительно трудовых стало много. Психологически легче обвинить другого. И это тоже. И опять же, мы уже не раз говорили в нашем эфире про это, мы наблюдаем, что они переезжают семьями, особенно какие-то регионы и локации их компактного проживания, они тоже перенасыщают, как это сказать, улицы, социумы. Когда ты видишь очень большое количество людей, которые не говорят по-русски, особенно когда ты видишь их в магазинах, а мне повезло, я как раз живу с одной стороны вроде в центре, а с другой стороны как раз вот рядом с гостиницей, которая под общежитие теперь для трудовых мигрантов переделана. Это какая? Моряк. Да? Да. Я вот, например, на днях наблюдала, как вот двое мигрантов, не говорящих по-русски, в тапочках в такую погоду на босу ногу, пришли в пятерочку, и вот я наблюдала, как они перекладывают булки на стеллаже и хлеб. Руками. Руками. Невзирая на щипцы, на пакеты, вот они руками перекладывают, что-то не понравилось. Ты имеешь в виду, который вот лежит открытый, без упаковки. Да, да. И вот я на это смотрела, и никто им не сделал ни замечаний, ничего, и ты понимаешь, что они не научатся, а вот я больше такой хлеб покупать не буду. И я теперь думаю про все остальные хлебобулочные изделия, разложенные в свободном доступе, и понимаю, что ну как бы так нельзя, так не должно быть. Поскольку мы с вами некоторое время, пусть и в разные годы жили в одном и том же районе, я помню прекрасно, как в 60-е, 70-е, бабульки в магазине «Маяк», в хлебном отделе, помните, были такие вилочки? Да, вилочки. Вот они, вилочка — это фигня, вот пальчиком подрогать. Проломить корочку? А туда не хрустит, не хрустит. Совершенно верно. И это было настолько в порядке вещей. Вот так что... То есть это как карма этого места, видно, да? Или там... Ну про карму нам же Петр рассказал сегодня, про тушенку мы поняли, может быть, там с хлебом какая-то история есть, я не знаю. Кармическая. Кармическая, да. Ну что ж, у нас сейчас прямо другая кармическая история, на Большом Радио будет реклама, а после мы обязательно вернемся. Напомню, номер для наших сообщений — 8-921-045-1045, и номер для звонков тоже заодно, напомню, 45-09-45. Ну что ж, перейдем к новостям федеральным, но касающимся нашего региона. Премьер-министр Михаил Мишустин дал ряд поручений для развития Северного морского пути. Группа Министерства и Росатом до 1 июля должны предоставить предложение по приобретению грузовых судов ледового класса для выполнения целевых показателей по грузопотоку. При ухудшении ледовых условий Росатому, Минвостокразвитие, Минфину и Минэкономразвитие поручено обеспечить принятие мер по субсидированию ледокольных проводок судов, следующих грузами отечественных компаний в восточном направлении. Соответственно, до 30 апреля все перечисленные выше ведомства и Росатом должны определить приоритетный порядок перевозки грузов и со всеми своими предложениями прийти, значит, вернуться обратно. Учитывая ситуацию экономическую и политическую, для Северного морского пути, что ни говори, открываются новые горизонты. Они открываются, мне кажется, уже даже, наверное, не они. Со дня открытия Северного морского пути. Да, совершенно верно. И, честно говоря, вот эти вот разговоры, когда один другому поручает бесконечно увеличить грузопоток по этой трассе, обеспечить, чтобы суда обратно порожняком не возвращались, да, и так или иначе эту всю логистику настроить, но они так давно уже ведутся, что, честно говоря, ну, хочется сказать, окей. Слушай, ну, не скажи, очень многие проекты, которые тормозились долгое время, сейчас все-таки получают новый виток развития, новые возможности для развития. Мы тут как раз недавно с коллегами вспоминали Штокман и говорили о том, что, может быть, кто-то замахнется на это, а теперь-то, да, почему бы и нет. И как раз на прошлой неделе была я в Тереберке и проходила мимо маленького одноэтажного здания, красиво обшитого сайдингом, на котором когда-то красовалась золотая табличка Штокман Девелопмент. Вот, здание стоит, осталось только табличку прекратить, дорога наполовину построена. Дорога построена, но я теперь думаю, что дорога будет, наверное, не очень актуальна, и здание тоже не очень актуально, учитывая, что у нас Новотык, по-моему, да, комплекс газовый собирается в районе Урагу бы строить, вот, и, казалось бы, зачем городить инфраструктуру, еще одну в Тереберке, когда будет уже готовое что-то вот в Урагубе. Ну, и еще одна новость. Мне вот по этой новости интересно, значит, речь идет о закупке грузовых судов ледового класса. А кто будет оператором? У нас ведь Мурманское морское пароходство. Все. А у нас, например, есть компания Норникель, у которой есть транспортные суда, которые тоже ледового класса. Нельзя же их навялить Норникелю. Нет, я к тому, что если мы говорим о гражданском флоте, то в целом любая компания, которая заинтересована в транспортных морских услугах, она просто строит под свои нужды судно заведомо ледового класса. И сейчас очень многие суда, там, газовозы те же, да, которые работают на Актикс, ПГ, их заведомо строят с определенным ледовым классом, там, Арк-6, Арк-7. Нет, ты меня не понял, я имею в виду, кто будет формальным владельцем и оператором именно. Чего, судно? Ну, группы судов, как я понимаю, это фактически целый флот. Кто владеет месторождением, тот, очевидно, под себя и будет флот. Вряд ли это будет какой-то фрахт сторонней компании, исключительно потом. А если речь не о месторождениях, а именно перевозке, как на западной части, да, скажем так, на западной части Севморпути и транспортной компании, которая занимается этим вопросом, но на Дальнем Востоке там есть та же Феска, например, которая занимается, да, вот этой всей историей грузоводства. Петр, вы намекаете на то, что у нас появится морское арктическое пароходство? Я пытаюсь понять, то ли архангельскому пароходству все это вручат, и тогда архангельское... А может быть, вручат. А может быть, вручат. Вот, тогда архангельское будет с большим основанием претендовать украсть у нас название столицы Арктики. Вот вы и подошли к тому, что ничего не вручат, скорее всего. Пока мы еще не очень далеко отошли от темы мигрантов, да, которую мы обсуждали до рекламной паузы, Толек нам пишет к вопросу о национальном составе и тем, кто к нам сюда приезжает. Он говорит, не надо сваливать в кучу приезд трудовых мигрантов с многонациональным составом России. Приезжие из других стран не имеют никакого отношения к тем, кто живет многонационально многие десятилетия в стране. Приезжают люди, незнакомые с нашей культурой, языком, получают в ускоренном порядке гражданство и, соответственно, все сопутствующие блага. Вот да. И вот как раз потом хлеб трогают в магазине руками. Представляете, как меня впечатлила эта картина? Я прям вот... Не представляем, а видим. Потом не спала всю ночь. Хлеб теперь есть не буду. Мы поговорим с вами еще про уголь, который очень остро воспринимается в нашем городе. Да, но потом, потому что сейчас мы вплотную подступили к музыкальной паузе. И Максим подготовил нам что-то интересное. По сложившейся уже традиционной традиции. Так. 27 марта 1964 года начала вещание британская радиостанция Radio Caroline. Она вещала популярную музыку и не платила авторских отчислений. Запрещенная всеми государствами в первое время, эта станция считалась пиратской. Радио проводило вещание судна MV Caroline, которое встало на якорь в пяти километрах от побережья Филикстоу за пределами британских территориальных вод. И, соответственно, законы британские на них не распространялись. Радиостудии были построены на верхних палубах. За корабельным мостиком в трюме находились генераторы переменного тока, подключенные к двум передатчикам средневолнового вещания. Ловучая пиратская радиостанция. Это мечта просто. В море... Какой фильм-то вы их смотрели? Я подойду к этому вопросу. Не сполерите, пожалуйста, Петр. Собственно, в воскресенье вечером 27 марта 1964 года в эфире Radio Caroline прозвучал голос Кристофера Мура. Это соучредитель пиратской радиостанции. И он сказал... Отдать швартовый. Практически. Он сказал, это Radio Caroline на канале 199. Ваша музыкальная станция, работающая весь день. Затем прозвучала песня Not Fade Away в исполнении Rolling Stones. И монополия BBC и Люксембурга была разрушена. А британское радио изменилось навсегда. Если слушать старые записи Caroline, то может показаться, что они звучат очень неуклюже и по-дилетантски. Но для населения, которое устало от привычного формата радио, это было чем-то необыкновенным. Весь день здесь играла популярная музыка. Не было никаких долгих речей, как сейчас. Никаких лекций, никаких советов садоводам или кулинарных программ. К осени 1964 года у Caroline было больше слушателей, чем у трех сетей BBC вместе взятых. Кстати, именно радио Caroline послужило прототипом радио-рок в фильме «Рок-волна», рассказывающей историю пиратских станций в Великобритании. Так что я предлагаю послушать саундтрек из этого фильма именно песню «Саня Автенун». А это значит... И прицениться к какому-нибудь судну. Да, это значит группа «The Kings» звучит на большом радио. Итак, что у нас есть про уголь? Угля будет больше. Прямо сейчас мы это и обсудим. Даже не знаю, хорошо это или плохо, честно говоря. Вот двоякая история. Не в Мурманске, хотите вы сказать? Ну да. В Мурманске. Ну, около Мурманска. Под Мурманск. Под рук Мурманск. Мурманчане могут заметить. У них есть все шансы абсолютно на то, чтобы обратить внимание на то, как больше стало угля. Если вы хотите обсудить с нами уголь 45-09-45, мы ждем вашего звонка. Если вы хотите написать нам все, что вы думаете про уголь в цензурной форме, 8-921-045-1045. Если душа требует нецензурности, то не волнуйтесь, пишите. Писать тоже. Максим все запикает. Давайте дадим цифры. Давайте. Объем перевалки в рамках второго этапа развития лавны могут увеличить до 32 миллионов тонн. Чтобы вы понимали сейчас, лавна не под полной загрузкой. Она только выходит на первую заявленную мощность на 18 тонн. А, соответственно, планируется во второй очереди 32. Разработка мастер-плана второго этапа развития порта лавна планируется с учетом высокого спроса на угольную продукцию, а также минеральные удобрения и генеральные грузы. Об этом сообщило правительство Мурманской области. С 2024 года перевалка угля в Портулавно будет ритмично расти до плановых объемов 18 тонн. Второй этап предполагает, что совокупный объем перевалки может быть увеличен до 32 тонн грузов в год. ГТЛК строит угольный терминал. К сожалению, нигде я сегодня не нашла, перевернув весь практически интернет, нигде я не нашла про этот угольный терминал главного, закрытый или открытый. Ну, в любом случае, поскольку он на западном берегу и чуть-чуть севернее Мурманска, так ведь, то получается, ну, даже если будет западные ветра, то эта угольная пыль, она все-таки будет частично оседать на акватории Кольского А все остальные населенные пункты, черт с ними, да, их пускай засыпают. Ну, не так, у нас Мурманск самый большой населенный пункт. Много ли вокруг главных населенных пунктов? По пальцам сейчас не готов посчитать, но я думаю, достаточно там всякие вот эти вот Белокаменки, Мишуковы и все прочие, кто там ближе находится. Ну, там все-таки меньше населения, согласитесь. Можно пренебречь. Вот я... Ну, это из двух зол. Да, что говорят эксперты вообще по поводу перспектив? Эксперты говорят, что перспектива угля самая радужная, потому что в ближайшие 20 лет ждать сокращения общемирового потребления угля не стоит. Он, как был, так и останется самым востребованным. И доля России в мировом угольном балансе стабильно увеличивается. Это тоже понятно. Ну, и растут рынки восточные. То есть у нас ключевыми направлениями экспорта остаются Китай, Индия, Южная Корея, Тайвань и Япония. Соответственно, прирастать могут Малайзия, Вьетнам, Марокко и Турция. Ну, и мы, как, по сути, уже практически единственная точка управления с очень удобным, незамерзающим, глубоким портом, становимся таким интенсивным игроком на угольно-перевалочном... Ну, там еще поезда идут... В Дальнем Востоке у нас есть как раз в том числе и Крытые вот эти перевалы. Вот, ключевая история, Крытые. У нас, если я не ошибаюсь, если я ошибаюсь, и кто-то сейчас это слышит и знает, понимает, что я ошибаюсь, поправьте меня. У нас, мы едва ли не единственный терминал, вернее, мы единственный или один из немногих. Короче, в черте города угольная перевалка открытая, вот я где-то читала, что мы вот тут отличаемся от всех остальных, а не хотелось бы. Ну, вы поймите, у нас самый северный в мире плавательный бассейн, самый северный в мире троллейбус. Мы уникальный город. Самый центральный порт. У нас вот и перевалка открытая угля в центре города, мы не такие, как все. Да. А это карма или это судьба? Это все еще карма. Все еще карма. Между тем, если вот выяснится, что улавный вот это вот все еще будет наращиваться в формате открытой перевалки угля, хочется понять, что такого можно изобрести для пылеподавления, да, потому что, напомню, была же у нас история, да, в начале марта, когда губернатор Мурманской области повстречался с исполнительным директором Мурманского морского торгового порта и как раз обсуждалась история о том, что порт подсократил перевалку пылящих грузов, чтобы снизить нагрузку. Ну, тут еще повезло, потом снегопадами замело все это безобразие, да, и как-то вот стало светлее. Несколько лет назад, не соврать бы, но, по-моему, лет восемь назад общался я с одним экологом мурманским и таким уже тоже возрастным дядечком, он рассказал мне историю. Когда-то сопка Зеленый мыс, на которой у нас, да, наш Алеша стоит, когда-то она, значит, вся была желтая, потому что открытым образом, открытым способом перевалку удобрений, удобрений делали, значит, одна компания. Потом эта компания все свои перевалочные мощности закрыла куполами и прочими конструкциями. Сопка перестала быть желтой, зато какой цена стала? Она стала черной. Как говорится, выводы, да, тут надо делать очень определенные, конкретные и ничего, наверное, лучше, эффективнее, чем закрыть перевалку конструкциями, ни водой поливать, ни защитными экранами, высотой, сколько ты их метров не сделай, все равно выше облаков не заберешься, и пыль так или иначе все равно будет распространяться. Только закрытым способом. Что как бы тоже финансово-экономически нереально космический затрат. Конечно, конечно. А экология это всегда дорого. Да, и опять же у каждого региона... Людей лечить дешевле. У каждого региона есть свои какие-то вот такие нюансы. Я, например, помню, как меня занесла жизнь в город Кемерово на несколько месяцев. А там тоже, они тоже особенные, ни на кого не похожи. У них в центре металлургический завод со всеми вытекающими экологическими последствиями. И сначала я удивлялась разноцветным лужам, как бы интересным, да, с оттенками, и их фотографировала. Потом меня пугала история, что у них, а это было в году, там, в 2016-м, что у них на каждом доме висит пугающая надпись «Убежище» со стрелочкой «Куда бежать?». И до кучи у них, как выяснилось, там, в новостях, когда публиковали какой-то прогноз погоды, неместные люди просто смотрели, говорили, ок, классно, завтра будет опять тепло, лето, солнце. И я, например, вышла на пробежку однажды вечером, и когда на следующий день я не могла по-прежнему прокашляться, меня как бы спросили, что, простыло там, мороженого наелось, еще что-то. Я говорю, слушайте, вот вчера побегала вечером, и теперь как бы не понимаю, что происходит. Но меня посмотрели как на умственно отсталую, потому что, оказывается, ветер был как-то, вот там, роза ветров совпадала, и все, что выбрасывалось круглосуточно работающим комбинатом, оно высеивалось в том числе на мои легкие, которые я еще продышала. Это как в Пекине, у них там, да, есть уровни, там, так сказать, черноты неба, и когда надо ходить в средства защиты для органов дыхания, потому что вся вот эта гадость, которую заводы вырабатывают, она оседает в воздухе и впоследствии в легких людей. Совершенно верно. Вот и в Кемерово какие-то определенные погодные истории, ну, и вечером не ходят с детьми и гуляют, или там в садике прогулку чем-то заменяют. То есть как бы у каждого города, который является промышленным каким-то центром, есть свои вот такие непосредственные нюансы. Да вот у нас далеко ходить, у нас есть Манчегорск. Есть. Где администрация периодически тоже, когда определенные погодные условия складываются, да, она тоже официально предупреждает, что, возможно, будет туман, плохая видимость, ну, и не только. Дышимость тоже возможна. Больше того, поскольку я очень недолго работал в Кольской горно-метеорологической компании, и в Манчегорске был, там у всех на рабочих местах, в том числе и в офисах, висят противогазы. Ну, наверное, логично. Да. Для работников предприятия. Да. Давайте перейдем к рыбным новостям, хоть сегодня и не четверг. Я, например, сегодня очень сильно интересовалась вопросом, какой на вкус голец. И я знаю почему. Да, потому что в России предложили разводить в аквакультуре ценный вид северных рыб, и этой самой северной ценной рыбой является арктический голец. Чем он так интересен? Рыба — это семейство лососёвых, ни много, ни мало. Распространена она в морях Северного Ледовитого океана, реках, озёрах Сибири и Дальнего Востока, которая, и рыба эта считается рекордсменом по содержанию таких важных жирных кислот, как омега-3 и омега-6. И учёные, которые сейчас изучают этих самых гольцов, в частности присматриваются к тому, чем гольцы питаются, и что в итоге в гольцах внутри происходит. Они провели уже, подвели итоги четырёхлетнего эксперимента по выращиванию гольца, ну, как вида аквакультуры, и сравнивали его с тем гольцом, который в диких условиях существует. На предмет различий, содержания. Совершенно верно. Самое главное, естественно, это, ну, гольц в природе питается одним, а все аквакультуры у нас получают корм в виде рыбной муки. Ну и, как вот оказалось для меня, это новость, к рыбной муке примешивают ещё и подсолнечный шрот. Это, как я понимаю, не жмых, но что-то вроде этого, который остаётся после отжима подсолнечного масла. Вот, смешивают и кормят. Жирность повышают. Ну да, ну да, рыба арктическая в холодной воде. И оказалось, что вот этот уровень полезных веществ, не только омега-3, омега-6, но и витаминов, микроэлементов, вот в тех гольцах, которых выращивали на ферме, вот, и в дикой природе не отличаются. То есть можно радоваться, можно, осталось только вот им разобраться, ни много, ни мало, в том, в каких световых условиях, какое количество кислорода должно быть вот в воде. Как я понимаю, речь идёт не о выращивании, как вот, допустим, у нас в садках в заливе, а вот первую, по-моему, радужную форель, если я правильно помню, у нас в Мурманской области стали выращивать на вертитломской области. А там до сих пор есть. В подземных условиях. Соответственно, нужно освещение, нужен температурный режим определённый. Вот они собираются, эти учёные из Сибири, подобрать необходимые условия и выдать фактически, ну, справочник или техническое руководство для тех... По разведению гольцов. ...кто соберётся заниматься... А я в свойственной мне ворочливости, значит... Ну-ка-ну-ка. Да, сразу, значит, в этой новости увидел другое. Мы, значит, лососёвых экспортируем за валюту, а своим, значит, вот давайте есть вот эту всю историю аквакультурную. Слушай, ты посмотри, гольца какие полезные. Подожди, ты его ел? Не уверен, честно говоря. Вот, если бы ты ел гольца... Я не очень люблю красную рыбу, так уж сложилось. А какую работали дальше? Белую, треска, палтус. Трескоед. Трескоед, да. Ваши предки не из Архангельской губернии? Из Вологодской. Ну, там рядом, да. Это многое объясняет, кстати, особенности характера. Хорошо. У меня просто тоже есть вологодские корни, и у меня был один из руководителей, который, когда я начинала ворчать, вот у меня были приступы, он говорил, о, а Козлова у нас в Вологду поехала. А что ж вы не окаете? Ну, потому что слишком далеко, видно, родственники. Я когда начала заводиться, вот он меня всё время подтрунил, что билет в Вологду уже купила, поэтому вот вологодские корни, это туда. Но рыба, конечно, красная. Короче, если кто-то у нас возьмётся разводить гольца, мне кажется, что это классная история, особенно если это сделает вот этого самого гольца ближе к народу, потому что насыщенная такими полезными кислотами, витаминами и всем прочим рыба, вот она должна быть максимально доступна, особенно северянами. Её будут продавать в аптеках по рецепту. Да, вот про аптеки хорошо, Пётр вспомнил, то есть, да, мало начать её выращивать, нужно же ещё рынок сбыта понять, куда. То есть это ярмарка, ярмарка наша рыба, да, куда можно поставить. Представляешь, сезонно, за мойвой постояли, а теперь за гольцом стоим. Я думаю, что это всё-таки дело не ближней перспективы. Абсолютно. Вот это, ну, минимум лет 10, пока Голец появится в более-менее товарных объёмах. А рынок сбыта изначально, мне кажется, будет как раз в тех регионах, где его ловят, грубо говоря, в реке. Подождите, но это же акулкультурный, мы сейчас говорим. Пётр говорил, что люди привыкшие есть... Люди привыкшие есть гольца, вот, а его не так много, его, ну, не тысячами тонн добывают. Слушайте, если Голец при всей его полезности будет доступным, мы очень быстро привыкнем есть гольца. Поедем куда? В Красноярский край? Нет, если у нас его начнут производить в акулкультурных форматах. Ну, а теперь давайте поговорим о том, чего в скором времени может не стать. У нас чего может не быть? У нас всего может не быть. В Госдуму внесён законопроект об ограничении доступа книгам иностранных агентов в библиотеках. В случае, если эта инициатива, разработанная депутатами Комитета Госдумы по культуре, будет принята, Минкульт получит право утверждать правила размещения документов, например, книг, авторами которых являются иноагенты или лица, включённые в перечень террористов и экстремистов. В пояснительной записке к законопроекту сказано, что сейчас такие документы, ну, сиречь книги, размещаются свободно, что, по мнению автора инициативы, способствует пропаганде и позиционированию авторов, деятельность которых направлена против безопасности Российской Федерации. С осени 2022 года библиотеки отказываются от закупки книг, авторами которых являются иноагенты, но в то же время издатели отмечают, что категоричные запреты приводят к проявлению пиратской продукции перекупщиков на сетевых ресурсах, зарегистрированных, как правило, за пределами России. Давайте уточним... Что мы получаем? Сам издат. Давайте уточним один существенный момент. Вот когда вы сказали «издательство», имеется в виду издательство «Эксмоаст». А именно это издательство публиковало в последние годы тех писателей, которые впоследствии были признаны иноагентами. И эти писатели-иноагенты, их билетристика давала существенную прибыль и объемы продаж этого издательства. Поэтому в данном случае данное издательство можно было бы у других издателей спросить. И тоже, да, вспомним историю, когда вся эта у нас иноагентская... Иноагентские приколы эти начались, да, в книжных магазинах книжки, там, где их не убрали, их, например, закрывали либо в пленку, либо в бумагу, чтобы было не видно, собственно, там, да. Ну, как порно-журналы продаются на Западе. Ограничивая так или иначе какой-то визуальный доступ к информации о данном произведении. Опять же, в нашей стране это уже было, да, и то есть, как бы, все это возвращается, это уже наша страна проходила. Вот меня всегда в таких условиях интересует другое. Авторы, которые относятся к иноагентам или включены в перечень террористов и экстремистов, были достаточно популярны в нашей стране. Книги их пользовались спросом, они получали различные премии. Мы их не рекламируем, рекламируем мы другое. Итак, вернемся к моменту, на котором меня грубо перебили любители рекламы на Большом Радио, и продолжим обсуждать возможность ограничений книг, авторы которых являются иноагентами или внесены в перечень террористов и экстремистов. В библиотеках. В библиотеках. 45.09.45 высказывайтесь. 8.921.045.945 Выписывайтесь. Так вот. Речь идет о том, что авторы книг, которые сейчас попадают под запрет, когда-то были очень популярны, получали различные премии, признания. Они еще не попали под запрет. Да. Которые, возможно, попадали. И они все еще остаются популярными. Они все еще остаются популярными, но, кстати, ряд площадок, на которых, например, были аудиокниги, уже начинают потихонечку подтирать все, что было. И маркетплейсы тоже, да. Что, кстати, вызывает дополнительно ажиотажный спрос. Да, временно. Вот у меня момент. То есть жили мы жили, когда эти книги считались интересными, их рекомендовали, их изучали на внеклассном учреждении в школе. Да, в вузах их изучали в поле. Фильмы, конечно, очень патриотические режиссеры. Да, да, да. Снимали по ним фильмы. И вот теперь вдруг разом эти книги стали нехорошими. Вот как... В какой-то момент времени. В какой-то момент времени, да. И то есть как бы давайте их исключим. А что случилось? Хочется задать вопрос. А кто это сделал? И выкинем огромный пласт культурно-исторический, литературный из нашей жизни. Вспоминается, почему-то это запретная секция из Гарри Поттера. Куда будут пускать только по партийным билетам. Вот у вас... Такое тоже было, мне кажется. А я застал времена, когда в библиотеках крупных были спецхраны. И нужно было иметь... То есть книги там находились, и их было много, но получить их можно было только, извините за тавтологию, получив допуск. Его нужно было оформлять. Даже когда я учился в университете в Ленинграде, с третьего курса студенты университета получали ДОС в библиотеку Академии наук. И там, допустим, можно было получить книжку философа Бердяева, почитать. Тут на месте или с собой? На месте, естественно. Выносить ничего нельзя, да. Имею в виду, что... Понимаете, тогда считалось, что вот к третьему курсу ты уже идеологически созрел. Акреп, да. И ты в состоянии читать реакционного, как тогда считалось, философа Бердяева. И это не нанесло бы ущерба твоему коммунистическому сформировавшемуся уже мировоззрению. Ну, у нас нельзя же читать в стране Майнкамп Гитлера. На эту книгу ссылаются бесконечно. Я знаю людей, которые читали. Да, но подождите. Взрослый человек. Состояние... У нас же есть эта вот маркировка там 6+, 16+, 18+, ну, если мне 61 год, может быть, мне уже можно почитать Майнкап, чтобы понять, в чем эта сволочь, чего она хотела. Петр, вот вы... Мы читали про времена, которые вы застали, да, нам не понравилось, что называется. И вот история, когда люди получали допуск и могли прочитать какую-то книгу. Я вот сейчас не вспомню, у кого, то ли у Гинсбурга, в ее крутом маршруте, то ли, вот я не вспомню где, я читала историю человека, который должен был знать это по долгу службы. То есть он должен был читать запрещенку по работе, да, что называется. И вот он потом, спустя годы, пережив лагеря, потому что он имел доступ к запрещенке и читал ее, он признавался, что это был самый интересный с точки зрения культуры и развития собственных знаний, и философии, и психологии, и кругозора, период его жизни. И именно благодаря своей вот этой вот работе он получил возможность читать все то, что потом разрешили, да, в нашей стране опять читать. Но вот как бы там 10, что ли, лет лагерей он получил за вот эту вот любовь к чтению по работе, да, человек хорошо делал свою работу. Но вот есть не самые хорошие примеры борьбы с чем-то не таким. Я вам скажу больше того, я всегда интересовался историей. И вот учащись в 10 классе, это был 80-й год, в научку я ходил и заказал я подшивку газету «Правда» за 53-й год, ну, чтобы почитать о смерти Сталина. И там вот фамилия Лаврентия Павловича, которую вы знаете, она была вымарана, ну, тушью или чернилами черными, и вообще такая пятнистая была, знаете. Слушайте, чистый Орл. По поводу того, что персонаж, о котором вы говорите, значит, читал, а потом это стало все в открытом доступе. Я закончил учиться в 87-м году. Мы на четвертом курсе, там, это 85-86 год, вот у нас ходил Булгаков в этих слепых копиях, перепечатанных, ну, сам издать. Вот мы «Собачье сердце» читали, что-то еще. А, у нас преподаватель по литературе как раз вот этого периода, 20-го века, молодой, еще не такой толковый и горящий своей работой, говорил, ну, вы знаете, вот поверьте, а это уже было после того, как Михаил Сергеевич провозгласил гласность, вот 86-й год точно, он говорит, вот разрешат все, поверьте, роковые яйца опубликуют в открытой печати, собачье сердце, но никто и никогда не опубликует «Чевенгур» Андрея Платонова. И в 87-м году, я не помню, в каком журнале, в «Знамени» или в «Новом мире», «Чевенгур» был опубликован. Вот, то есть, то, что было наказуемо год назад, потом, на следующий год, стало обязательно к прочтению. Вот именно поэтому мне вот эта история, на самом деле, так это грустно смешит, потому что одно дело, когда человек идеологически не вписывается в какую-то политическую повестку, вы человека запретили, и все, что он делает, вы запретили. Но когда история про то, что человек был признан уже с наградами, по нему были сняты фильмы, его книги были окей, приемлемыми, потом вдруг человек что-то высказался, вы, значит, ему закрыли доступ на публику, но почему вы подтягиваете в качестве хвоста те произведения, которые он написал до того, как вы признали его инагентом, экстремистом или еще каким-то нехорошим элементом общества? Что стало с теми произведениями? С ними же ничего не изменилось. Они такие же, какие они и были. И в них ни строчки не изменились. и в этом смысле какая-то глупость. В чем-то даже, может быть, у нас те же книжные магазины пытаются как-то перестраховаться, когда убирают книги. Когда убирают книги с полок магазинов и пытаются их там как-то пометить, что это литература инагентов. Но вот, не знаю, ускользает от моего понимания данный факт. Я хотел на примере одного из 787 физических лиц и организаций, которые у нас признаны иноагентами, вот развить то, что говорит Максим. Ну, есть все еще Борис Акунин. Иноагент, и включенный в перечень террористов и экстремистов. Совершенно верно. Мы влезаем с этой плашкой не потому, что нам она нравится, а потому, что согласно закону Российской Федерации мы обязаны маркировать его в эфире, чтобы не получить в свою очередь штраф или что похуже. Так вот, два момента. Моей маме 90 лет, она любит читать Бориса Акунина. Вы ее запретите или как? Она не читает его псевдоисторические студии, над которыми смеется весь научно-исторический мир России, потому что как историк Борис Акунин это за грани добра и зла. Она любит читать книжки Фондоринского цикла. Акунин уехал из России и начал в ее адрес словесно испражняться задолго до 24 февраля 22 года. Он давно уже не здесь, он давно уже сказал все, что мог и хотел сказать, но книги продолжали издаваться, потому что до 24 февраля 22 года у меня такое впечатление, что наша власть относилась к подобного рода словесным извержениям. Собака лает, как караван идет. Наши люди умные, они сами разберутся. Вот, например, творчество Акуина неравноценно, прямо скажем. Даже его билетристика. Есть у него 10 штук так называемых кинороманов про контрразведчика Алексея Романова, насколько я помню. Понимаете, 10 книг, на протяжении каждой из них Алексей Романов противостоит немецкому шпиону, очень толковому фондорну. И каждая книга завершается тем, что Алексей Романов терпит катастрофический провал, а этот фондорн, гадский немец, Первая мировая война, время действия, торжествует. Понимаете, это тенденция. Господин Акунин или господин Черкишвили, наверное, так правильнее говорить, он на протяжении 10 книг показывает нам, что вот Европа побеждает, а мы, хотя мы и хорошие, но мы вот какие-то лохи, лопухи, дурачки из сказки Иванушки. Не патриотично. Абсолютно не патриотично. Но издавалось огромными тиражами, потому что каждый умный человек в состоянии сам сделать свои выводы. Наш постоянный радиослушатель Олег, Олег, спасибо вам за то, что присоединяюсь к нашему эфиру по телефону 891-045-1045. Пишет, Акунин сам признавался у пранкеров, что финансирует ВСУ. Вопрос, они спродашли от своих произведений. Запрещать или нет, задается вопросом Олег. Конечно, с продаж. А с чего? У него есть другие доходы? Просто мы-то говорим о том, что действительно там тот же Фандорин, про которого сняты и фильмы, и сериалы, и все прочее. То есть мы пойдем дальше, мы запретим и кино, и упоминание персонажей, и до кучи актеров, которые вы собираетесь. Которые снимаете. И Михалкова, да? Михалкова не запретят. Ну вот видите, получается, как-то вот неравнозначно и неравноправно. Ну да. В общем, в любом случае эта история вернется к нам и вернется в ближайшем будущем, потому что комитет Государственной Думы будет все это рассматривать и выдавать какую-то свою рецензию. Мне же это еще, знаете, что напоминает? Историю с заблюриванием сигареты, алкоголя в кино. Что же там такое? Что-то такое происходит? Это, во-первых. Во-вторых, мы же все понимаем, что если что-то запрещают, то у народа повышается любопытство. Сразу, кратно и прям вот в моменте. У нас есть же эти прокатные удостоверения для фильмов. У нас теперь что, будут печатные удостоверения для книг? Не подсказывай. О! А можно это запикать, заблюрить или что-нибудь еще с этим сделать? Давайте перейдем к полезной информации. Россиян предупредили о новых правилах перепланировки квартир с 1 апреля. История важная, потому что очень многие, кто покупает квартиру и даже те, кто строит квартиру в формате новостройки, потом нет-нет, да и что-нибудь там где-то снесут, а где-то достроят. И вот как раз с 1 апреля меняются правила. Там ряд незначительных правок, но на что стоит обратить внимание. Раньше перепланировкой считалось изменение конфигурации помещения, требующее внесения изменений в техпаспорт. Теперь перепланировка это изменение границ или площади помещения. Или образование новых помещений, изменение внутренней планировки, границ помещения, а также смежных помещений. Простыми словами, суть процедуры осталась той же, но несколько перефразирована. Кроме одного момента. Меняется измерение порядка оформления перепланировки. Теперь после завершения ремонтных работ собственнику помещения необходимо обратиться в орган, который вынес решение о перепланировке и написать заявление о том, что работы завершены. Раньше такой практики не было. После этого нужно сделать технические планы и в течение 30 дней администрация выйдет на объект и выдаст акт приемочной комиссии. То есть практически мини-перепланировка превратилась в мини-стройку или реконструкцию. Да, там добавили зреньев. А у вас есть знакомые, которые бы перепланировку оформляли как положено? Я. Вы? Я. Ну, так получилось, да. У меня в ходе ремонта несколько уже давно, достаточно лет назад упала стенка между туалетом и ванной. Она, как оказалось, держалась на кафеле. А все остальное было что-то похоже на монтажную пену или поролон, который просто сыпался, крошился руками. С какого года у вас дом построил? С 65-го. А не 72-го? Возможно. Я с вами спорить не буду, вы тут район лучше меня знаете, вы там жили, когда я еще в проекте не была. Я просто помню, как ваш дом строился. Да, поэтому, когда эта стенка упала и как бы уже мы решили не строить вот эту перемычку из гипсокартона, а просто по окончанию ремонтных работ через какое-то время подали, прошли вот эту историю с БТИ и запротоколировали свою перепланировку. Дальше-то, что будет происходить с процедурами перепланировки, расскажи, пожалуйста, нашим радиослушателям. Да, администрация выйдет, выдаст так приемочной комиссии и после этого самостоятельно передаст все документы в Росреестр. То есть, вроде сложнее, но с вот этой вот тягомотиной, с Росреестром попроще. Теперь просто не... Срок удлиняет. Срок удлиняет. То есть, теперь не человек занимается всей этой бумажной переноской и узакониванием, а занимается вроде как бы отдельной комиссией администрации, но из-за того, что появились лишние звенья и люди, все это занимает чуть более продолжительное какое-то время и там появляются лишние элементы, ну, лишние, не знаю, как это называется. Звенья, да. Плюс еще один нюанс, если Росреестр заметит какие-то несоответствия в документах, то, к сожалению, он не позвонит и не сообщит, что вам тут донести нужно одну бумажку, а он просто приостановит процесс и вы об этом узнаете очень сильно нескоро. Меня, кстати, всегда удивляло. То есть, я понимаю, когда надо заниматься вопросами законности, перепланировки, когда вы что-то сносите, ну, то есть конструкции, но когда вы что-то достраиваете, я вот, например, мы сегодня с коллегой обсуждали вопрос, например, о создании гардеробной в комнате. То есть, когда просто ставится там гипсокартоновая стенка, то есть отсекается кусок помещения и вот здесь вот вы раздеваетесь. Даже гардеробную нужно провести через процедуру узаконенной перепланировки. Хотя это просто... Это просто картонная стенка, гипсокартонная, которая ставится у тебя посреди или в какой-то части комнаты. И это, ну, мелочь, это не как конструкцию дома, и там, да, и комнаты не нарушает, не делает ему хуже, не делает более опасной, но тем не менее приходится вот заниматься всей этой бумажной волокитой. Странно. Страшно удивляет меня один момент. Зачем мне гардеробная? Нет-нет, я серьезно говорю. Понимаете, вот огромное количество новостей последних лет, когда вводится что-то, что упрощает жизнь граждан, что снижает процент бюрократизации, и жизнь становится проще, легче, понятнее, вот все эти МФЦ, и там... Вчера вот справки онлайн обсуждали в эфире. У нас есть звоночек. Добрый вечер. Здравствуйте. Я на эту тему тоже думал по поводу всего. Есть же еще одна вещь, о которой вы не сказали. закон там 12.5.1, насколько я знаю, касается внешнего вида автомобиля. Мы только про перепланировку. Мы не про автомобили. А это я просто говорю, что вот они примерно вместе одновременно вышли. Я просто хочу сказать, причем тут связь. То есть перепланировка тоже, вот я точно так же сейчас занимался, то в общем достаточно так, как и кому сказать. Получается как, вот мое личное мнение, что это сделано для того, чтобы вызвать народе глухое раздражение. А зачем его вызывать? А вы сами подумайте. Ну уж скажите нам. Не томите. Помните, как это спрашивал Даренко? Казалось бы, причем здесь Лужков. И? Ну как? Ну вызвать, соответственно, это, так сказать, тепение масс. А зачем? Ну как зачем? Ну что вы спрашиваете? Вы все знаете прекрасно. Мы знаем, ради слушателей. Правда нет. Мне очень интересна ваша версия. Это она на поверхности лежит. Это враги делают. Это не друзья. А, это враги? Конечно. То есть у нас в Госдуме сидят враги. Сколько их я забыл? 450? Вы поймите меня правильно. Дело в том, что... Я пытаюсь. Вот это как его. Все это вызвано. Это я просто вспоминаю ту же ситуацию, когда был алкогольный закон. Все было то же самое. Вырубили виноградники, делали для того, чтобы выиграть тепение массы. Да поверьте, нет. Ну не сделали, конечно. То есть ничего не произошло после этого. После этого не значит следствие этого. Ну понятно, что не следствие. Это такая версия. Она как бы имеет право... Я могу ошибаться. Можете, можете. Оценить последствия сможем только после 1 апреля или даже после 1 мая, учитывая, что процедура теперь занимает ну как минимум 30 дней. Ну как вот? Это ж не просто так вот. Я сказал, что действительно стали делать людям легче. А вдруг делается совершенно в другую сторону. Ну. Ну, перед перепланировкой мы еще совершенно точно вернемся и оценим последствия, когда начнутся оценки со стороны граждан, которые прошли весь этот трудный и тернистый путь. Вам, Вадим, огромное спасибо за звонок. Всегда рада вам в эфире. Прямо сейчас прервемся на короткую рекламу на большом радио, но обещаем вернуться. Душевную боль я испытываю иногда на работе, когда читаю определенные новости или комментарии людей, которые имеют отношение к той или иной ветве власти в нашей стране. Про боль на работе мы сейчас с вами поговорим, но эта боль будет далеко не душевная. Треть сотрудников испытывают боль на работе каждый день. Такое необычное исследование есть в распоряжении издания «Коммерсант» и озвучено оно было в ходе конференции главой всероссийского проекта «Корпоративное благополучие» Иваном Рыбаковым. По его данным, 27 сотрудников говорят о том, что испытывают боль на рабочем месте каждый день. 58% сотрудников находятся в состоянии хронического утомления. Там есть цифра еще более дикая. Только 7% российских компаний заботятся о здоровье сотрудников комплексно и правильно. Да, ну и еще цифры. Очень-очень не хватает характера этой боли. Это боль в спине от неудобного кресла. Это боль, потому что в тебя начальник запустил, не знаю, дыроколом. То есть, ну, что за боль? Боль, это тоннельный синдром от бостоянного элоза не мышкой. Головная боль от того, что у тебя бухгалтер, мегера, да? Итак, 90% работников питаются неправильно, исходя из того, что у них происходит на работе. Вот мне казалось бы, если работодатель обеспечил место питания, то как бы дальше не его головная боль о том, как правильно или неправильно у него питаются работники. Извините, что вы имеете под местом питания? Выделить комнату с микроволновкой? С микроволновкой, холодильником. Или столовую? Если это речь о столовой идет, то, извините, подбор блюда в меню это ответственность работодателя. Ну, это мы же понимаем, что это прям большое производство, которое, я не знаю, например, горно-рудное. Поверьте, не только большое производство. Все мы знаем, что Москва это отдельное государство. Я еще в 90-е годы посещал несколько контор московских, это, поверьте, не заводы. И там, ну, компания, в которой работает 30-40 человек, несколько десятков, там выделено помещение, кухня, они нанимают поваров, ни одного, которые, как в ресторане, готовили. А обеды были для сотрудников бесплатные, потому что это Москва. Мне думается, что в наших современных реалиях, даже если, то есть, если мы говорим, это не про завод, а про какую-то просто крупную фирму, которая решается организовать питание здесь по месту пребывания работников, то чаще всего это будет аутсорс, да, то есть, это будет покупаться услуга там какого-то кафе либо ресторана, который, значит, делает точку у тебя в офисном здании и все как-то организованно кормит. И, ну, это в любом случае, ну, наверное, не полностью все-таки головная боль ответственность на руководство, чтобы обеспечить своих сотрудников питанием. Вот есть столовая, вот там такая-то организация готовит такую-то пищу, ты можешь там кушать. Не хочешь там кушать, ты можешь кушать то, что ты принесешь с собой. Главное место, чтобы действительно было как-то обеспечено. Опять о еде, но с другой стороны. Не надо с другой стороны. Мы тут все журналисты, так? Вы же прекрасно знаете, что если в трудовом договоре записано, что у тебя обед с 13 до 14, это значит, что в лучшем случае раз в неделю ты с 13 до 14 пообедаешь, да? А так, ты пообедаешь какое-то другое время, когда тебе позволяет, ты можешь с 13 до 14 сидеть на пресс-конференции губернатора. Можешь. Вот. Соответственно... Нет, не можешь. У губернатора сидят дольше на пресс-конференции. Чтобы пресс-конференция губернатора за час закончилась. что в это время, с 13 до 14, во время своего официального обеда, ты находишься на мероприятии. И журналист постоянно, репортер особенно, постоянно где-то на мероприятии. Поэтому это перекусы, еда на бегу, это и попадает, понятие питается неправильно. Да. К цифрам. 20% работников жалуются на эргономику рабочего места. Это то, о чем, как ты произнес, Скольз Макс, это неудобные кресла, неподогнанные по уровню столы, неправильное освещение, вентиляция, неправильная, почему бы и нет. 47,3% сотрудников имеют одно или несколько хронических заболеваний. Ужасная цифра. Связанных с работой или нет. Вот. Связанных с работой или нет, непонятно, но почти половина. Понимаете, в чем дело? Тут же нам, господин Рыбаков, сказал, что 7% компаний заботятся о здоровье сотрудников комплексно и правильно. Речь не о том, получил ты хроническое заболевание вследствие условий работы. Оно у тебя есть. Работатель хочет, чтобы ты хорошо работал. Значит, он должен хотеть, чтобы ты был здоров. Он должен тебе дополнительное медицинское страхование. Не то, чтобы должен, но было бы неплохо. В идеале должен. Ну, это сейчас и входит в соцпакет, опять же, крупных предприятий. Ну, это обычный такой аргумент плюсов, почему надо идти работать к нам. При нанятии на работу, да. А между тем, в России резко выросли продажи антидепрессантов. Если учесть, что очень частым побочным эффектом работы является эмоциональное выгорание, то эта новость до половины работников вытекает из предыдущей. С января по март в аптеках нашей страны было продано 3,6 миллиона упаковок антидепрессантов на общую стоимость 2,9 миллиарда рублей. И это рекорд, дамы и господа. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты аналитиков. Это про 2024 год мы говорим, да, я так понимаю, январь по мартам? По сравнению с тем же периодом 2023 года продажи антидепрессантов в стране увеличились на 45% в денежном эквиваленте и на 33% в натуральном. Еще бы с 2022 года, на самом деле, посмотреть динамику, и в целом можно было бы сделать выводы. Не было статистики после «Крокус-Сити-Холла». О, да. Я думаю, что там будет такой пиковый взлет. У меня вопрос личный, возможно, интимный, возможно, вы не захотите отвечать. Употребляли ли вы когда-нибудь антидепрессанты по назначению врача, естественно? Да, доводилось мне это делать в непродолжительный период времени. Я без назначения врача применял традиционный русский антидепрессант. Гладили котика? Не совсем. Нет, кошечку гладил, безусловно. Ну вот, на самом деле, цифры тревожные, но мне кажется, что здесь еще есть такая история, которая, на мой взгляд, особенно в социальных сетях, наблюдаешь какую-то культивировку, пропаганду, вот этой истории, что тебе пропишет доктор волшебную таблетку, и все твои беды, печали снимет как рукой. Это заблуждение огромное. Это, во-первых, заблуждение. Во-вторых, огромное заблуждение в том, что вам они в моменте действительно нужны, и что ты легко все это выпил и легко из всего этого вышел. Это не так, и плюс очень многие препараты такого действия, они потом вызывают очень хорошие флэшбеки. Во-первых, значительная часть таких препаратов у них, они принимаются курсами, и то есть у них есть какой-то ограниченный период времени, в который ты можешь их, ну можешь, там должен, в зависимости от того, как тебе медицинский специалист посоветовал, ты их должен принимать. Но в дальнейшем, то есть если мы там говорим про какие-то психологические моменты в жизни человека, то все-таки, наверное, не таблетками это должно как-то решаться. То есть таблетки могут какую-то симптоматику тебе снять, которая у тебя возникла на фоне твоих там каких-то внутренних личных проблем, переживаний и всего прочего. Но дальше тебе нужно работать уже с другим специалистом, по другому профилю, с головой своей заниматься. Да. Вот поколение снежинок. Почему поколение снежинок? Ну что, не знаете этот термин? Что вот поколение возраста Максима, это поколение снежинок. Снежинка тебе падает на ладошку и тает. Вот его ровесники, я речь не о Максиме, встречаются с какой-то сложностью. И все, и сразу что? И сразу идут к психотерапевту, платить по пять тысяч рублей в час за сеанс лечения. А мы, мы старики. Какое-то очень стереотипное, мне кажется, представление. Мы вот стакан водки, хреб, и нет проблем. Минздрав предупреждает, употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Впрочем, так же, как и необоснованное определение употребления антидепрессантов. Интересную новость нашел сегодня для нас Петр Булычев. Хирурги назвали популярным у мужчин пластические операции. То есть про девушек-машинистов вам неинтересно, которую я тоже нашел. Тут просто гораздо, мне кажется, интереснее. А будет вопрос аналогичный предыдущему? Господа, делаем ли мы себе пластическую операцию? Да, планируем. Что бы вы поменяли, кстати, вот если бы была возможность? Интересный вопрос, мне кажется. Слушайте, давайте все-таки сначала про новость. А что? Нет, потому что вот Тигран Александян, главный врач клиники, ведущий хирург, сказал, что самые популярные у мужчин пластической операции это ринопластика и блефаропластика. А блефара это что? Это веки подтягивают. Но извините, ринопластика самая популярная у мужчин, потому что у многих мужчин были сломаны носы. Да. Равно как у меня, например. И поэтому из-за этого сдрудняется дыхание, ты плохо спишь. Это ведет к осложнениям сердечно-сосудистой системы. И вот мне в перспективе предстоит переломать нос по новой. А сейчас же не ломай, сейчас же можно лазером все аккуратненько сделать. Успокоил. Да. Но за много денег. Получается, что... Это потом больно. Потом больно. Нет, если за много денег, то извините, нет инсердия. По старому, по старому русскому. Я когда доживу до возраста Петра, мне тоже, скорее всего, предстоит вот эта история замечательная с ломанием носа. Так что, понимаете, сказать, что это пластические операции, это вам не... Нет, Петр, вы собираетесь к пластическому хирургу, мы все поняли. Второй момент. Блефаропластика. Ну, это подтяжка век. Да, это подтяжка век. Это операция популярная как у мужчин, так и у женщин. Устранение мешков под глазами. Когда полжизни, значит, русским народным методом, значит, все психологические свои проблемы решаешь, да, потом, значит, к какому-то времени, видимо, приходится, так сказать, обнуляться. Нет, просто, понимаете, вот новость, ну, типичные примеры того, как броски заголовок и понимание журналистам того, что ему сказал Тигран Александян, да, вот приводит к неверному впечатлению. Понимаете, ну, нельзя восстановление сломанного носа назвать пластической операцией. Подождите, это смотря какой нос. Если он еще выглядит вполне себе нормально, то как бы да, а если там как будто слева кирпичом дали, он такой остался, то это как бы, как ни говори, статическая пластика. Ну, невзирая на то, что... Это прежде всего восстановление дыхания. Да, невзирая на то, что перегородка мешает нормально дышать. Вот у женщин ринопластика тоже одна из самых популярных операций, но тут просто сделать себе нос, как у Анжелины Джалли. У женщин другая наиболее востребованная операция. Еще два года назад самой популярной пластической операцией у дам была операция по удалению комков биша. Прошло несколько лет и стало известно... Так, теперь мне еще надо комки биша. Это вот здесь вот, где щеки, вот там изнутри жировые комочки, которые... Чтобы они были не толстые. Впалые. Да-да-да, которые вот эти вот скулы. Ужас. Что вы с собой делаете там? Да. И как бы вот получается, что до этого это была история страшно популярная, и очень многие барышни понаубирали себе эти несчастные комки биша. Да, оказалось... Да биша вообще несчастный человек. А оказалось, что это очень плохо, потому что, когда потом девушка стареет, то овал лица плывет, а защитных жировых комочков уже нету. И вот эта вот история вваливается, то есть щеки просто проваливаются, овал лица начинает плыть... А наращивание этих... Наращивание комков биша. Это следующий этап, который, наверное, появится лет через пять, как раз, когда вот эти вот поколения обезбишенных дойдет до истории, когда они начнут старительно стареть. Вы, между прочим, очень грубы. Вот вы оскорбили всех женщин Российской Федерации. Нет. Вы сказали, когда девушка стареет. Когда девушка становится бабушкой. Это завуалировано, все то же самое. И да, и все-таки там еще специалист назвал эндоскопическую подтяжку лица, которую все-таки, оказывается, мужчины практикуют. Это исправление поплывшего овала лица и возвращение ему обратно. Мы будем самого известного человека то вспоминать, который у нас... Липофилин. Поправку лица. Что ж, мы успеем... Мужчины себе делают попы, как у Дженнифер Лопес. Зачем попу, как у Дженнифер Лопес? Лучше попу, как у Александра Овечкина, тогда уж не знаю. Вы вообще видели задницах хоккеистов? Нет. Когда-нибудь, нет? Они... Просто у них особенность тренировки такая. У них же важно вот эту взрывную силу свою какую-то проявлять. Меня просто сейчас так изумляет, что из всех присутствующих на это обратил внимание ты. А что касается... Широкий кругозор, я хочу заметить. Попа попадает в свой кругозор. А мне всегда было... Знаете, что интересно? Вот люди, которые делают импланты, неважно какого пола, именно в ягодице, они потом, когда сидят, как это? Это как на надувной подушке. Да, как это ощущается? Водяной матрас. Ничем не сможем удовлетворить ваше любопытство. Напишите Филиппу Киркорову. Или напишите нам, в конце концов, дорогие радиослушатели, если вдруг вы знаете на собственном опыте или не очень. Каково это? Мы очень быстро успеем пробежаться по кино. Нейросеть воскресит Юрия Никулина для роли в новой комедии. Об этом сообщил бюллетень кинопрокатчика. Что у нас планируется? Планируется съемка фильма «Манюни. Приключения в Москве». И почему-то вот решили, что без Никулина в «Приключениях девочки Манюни» никак не обойтись. Более того, он станет одним из ключевых персонажей. Фильм выйдет в прокат уже 30 мая 2026 года. Я вот смотрю на режиссера Андреа Асяна, и меня это пугает. Нет, ты путаешь. Ты смотришь на режиссера Сарика Андреа Асяна, а в данном случае Гевонт Андреа Асян является продюсером картины. Вы хоть одну из этих Манюни смотрели? Я читала. В целых две снятых. Нет, я читала. А это третья. Меня больше всего в этой истории убило то, что создатели фильма получили разрешение от семьи Никулина на использование его образа. А у меня в башке вертится эта ария из мюзикла. И после смерти мне не обрести покой. Извините, а какое право имеют? Я понимаю, наследники имеют право на имущество, на потиражные гонорары и так далее. Но то, что наследники, оказывается, имеют право на образ Юрия Никулина. Это как, коротко вспомнил, была история, мы обсуждали это тоже на программе «Тариф квадратик», когда то ли внучка, то ли дочка Юрия Гагарина судилась с производителями, которые на майке, на футболке помещали его портрет. И тоже, да, то есть это незащищенное какое-то торговое номинование, портрет Юрия Гагарина. То есть это мог бы предъявить претензию автор портрета или фото портрета, но никак не родственники за то, что лицо их там, родственник никогда использует. Но с Юрием Никулиным это какая-то циничная история, как внуки продали мертвого дедушку, извините, да, если даже абстракироваться от светлого восприятия и образа очень многими любимого российского, советского актера. В этой байке нет ни слова о том, что родственники получили деньги за это. Мы можем это предполагать, но... А вдруг они из гуманизма? Просто прочитали книжку, им понравилось, и они разрешили сделать ключевым героем своего родного и близкого человека? Не знаю, пугает как-то вот, ей-богу. Понимаете, то есть вот человек умер, и как вот... У меня даже слова застревают в горле и в мозгах. Ну, ты умер, тебя похоронили. А дело твое живет. А может быть, он не захотел бы сниматься в этом фильме. В этом фильме это, во-первых, а во-вторых, я понимаю, что там нейросети и там все это, но... А вдруг, извините, нейросеть плохо сыграет? Ну, это же стыдно будет прям вообще. А переиграть живого человека невозможно. Ну, в априори. Ну, сыграет-то вряд ли нейросеть. Сыграет, скорее всего, живой актер, просто с помощью нейросети будет вот этот дипфейк, да, сделан какой-то... Ну, это же мимика. Понимаешь, актер не может... Он может сыграть жесты руками, допустим, это будут его жесты. Но его мимика во время игры... Что творят нынче нейросети с образами людей. На самом деле, Пётр, если вы посмотрите и изучите этот вопрос, то вас сильно удивит, на что способны искусственные интеллекты. Хорошо, меня и безруков удивило. Спасибо, что живой. Я же сейчас очень быстро постараюсь удивить наших радиослушателей погодой. 28 марта... А вас ты удивить не хочешь? Ну, вы удивитесь априори. 28 марта ночью по Мурманской области сохранится морозная погода, но днём ожидается порывистый ветер, снег и повышение температуры до плюс одного. Это значит, что будет слякать. А поскольку сверху будет у нас ещё 29-го плюс 2, сверху будет ещё идти снег, то будет гадко и сверху, и снизу, что называется. Да. Как здорово. Поэтому утепляйтесь, берегите ноги. Помните, что сухие ноги гораздо лучше, чем мокрые ноги. Мокрые ноги. Читайте хорошие книжки, берегите своё здоровье. Отлично сказал. Звучит как тост. Как тост. На этом мы с вами и распрощаемся. С вами были Пётр Булычев. До свидания. Максим Жиравин. Всем пока. Меня зовут Александра Козлова. Я желаю вам хороших новостей. А вас, Алексей и Марин, мы попросим остаться. Продолжение следует.